Герой нашего интервью Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Секретарь регионального полицовета Башкортостанского отделения партии «Единая Россия». Родился в городе Новокузнецке Кемеровской области. Почти 30 лет работал на руководящих должностях в системе МВД. Генерал-майор внутренней службы в отставке. Доктор юридических наук. Профессор. Избирался депутатом Госсобрания Курултая Башкортостана 2-го, 3-го и 4-го созывов. Женат. Есть дочь. Константин Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. В Республике активно обсуждают переход школ на пятидневку. Вы уже успели сказать, что это не потребует каких-либо изменений в законодательство и дополнительных бюджетных трат. А вот сами лично как к этой инициативе относитесь? Вы знаете, в любом явлении, как учат нас философы, всегда как минимум две стороны плюсы и минусы. Но анализ перехода мы провели достаточно подробно. Плюсов, конечно, значительно больше. Главное, дети имеют возможность отдохнуть, имеют свободное время, которое они могут использовать как раз по назначению, не будучи связаны отношениями со школой, с преподавателями, педагогами. То есть обеспечить свою личную самореализацию, свое желание. Ну и, конечно, родители. Это для них большое благо побольше быть времени с детьми. Потому что в течение рабочей недели они не имеют такой возможности. А вот суббота, воскресенье плюсов очень много. Башкортостан по-прежнему у нас лидер в стране по законодательным инициативам. И какие законопроекты, внесенные депутатами Госсобрания Курултая, приняты Госдумой за последний год-два? Ох, ну это одно перечисление займет очень много времени. Мы являемся абсолютными лидерами в Российской Федерации по числу законодательных инициатив, ставших федеральными законами. Только в прошлом году у нас 9 таких законодательных инициатив приобрело статус закона. Они регулируют самые различные сферы, относящиеся к федеральному законодательству. Скажем, из последних законов, которые такие вот на слуху, это то, что касается определения круга обязанностей больных туберкулезом. Мы все говорили только о правах этой категории людей. А то, что они являются разносчиками, особенно когда в активной стадии заболевания находятся, и в сферу этой болезни могут попасть совершенно невиновные люди со слабым иммунитетом и так далее. Вот мы установили набор обязанностей, которые возлагаются на больных туберкулезом. Сейчас вот определяем как раз ответственность за нарушение этих обязанностей. Федеральный законодатель нас поддержал. Константин Борисович, есть ли место личному в вашей работе? Наверняка есть законопроекты, которые лично вам были не по душе, но в итоге они были приняты. Дело в том, что, конечно, я уж не буду делать из этого какую-то тайну. Большим, с тяжестью в душе даже, мы ратовали за принятие закона, касающихся изменения пенсионного возраста или возраста наших ветеранов, выхода на пенсию. Но он необходим. Это как раз непопулярный закон, но он крайне необходим для нашей экономики, для нашего общества в силу объективных причин. Но еще целый ряд документов, они необходимы государству. Я думаю, изменится ситуация. Наверное, может быть, и востребованность этих законов также исчезнет. Они будут отменяться. Уже несколько лет вы представитель России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. В чем заключается эта работа? Что мы можем сегодня предложить Европе? А что, напротив, позаимствовать у своих коллег? Вы знаете, Совет Европы – это такая достаточно сложная структура. Туда входит, прежде всего, ПАСЭП, парламентская ассамблея. Вы знаете, наше представительства сейчас там нет. Мы отказались, не стали присутствовать на унизительных положениях в этой организации, когда лишили нас права голоса. Далее есть комитет министров. Его возглавляют руководители, или входят в состав комитета министров, руководители-представители стран. Всего 47 стран входят в Совет Европы. У нас во Франции, кстати, два посольства. Это представительство в Страсбурге и в Париже. И есть еще конгресс местных региональных властей. Вот как раз я, согласно распоряжению президента страны, представляю Россию в Палате регионов конгресса местных региональных властей. Это очень важная структура. Она не так может быть политизирована, как ПАСЭ. Она касается, прежде всего, регионального и муниципального уровней отношений. Вопросы, которые ставятся, они очень значимы. Тем более, Европа активно проповедует свое движение к Европе или к организации регионов, прежде всего, не стран. Пытаются они стереть государственные какие-то... Отказываются от институтов, стереть границы. И основной акцент делается на регионы и, естественно, на муниципалитеты. Для нас это очень важная площадка. Мы активно защищаем и свои интересы, поскольку часто приходится разговоры вести, выходящие за уровни региональной проблематики. Политизировано достаточно много разговоров. Отставим свои интересы в общениях с украинской делегацией, с другими делегациями, представляющими, скажем, другие страны. Ну да, коль мы уже заговорили о зарубежной теме, так сложилось, что у нас в стране депутаты идут все-таки влиятельные люди. Руководители крупных предприятий, как правило, бизнесмены. В той же Европе депутатом может стать мелкий предприниматель, фермер, фермер-овцевод, либо повар. Почему у нас такое невозможно? Вы знаете, я думаю, что у нас действительно на первоначальном этапе формирования и развития демократических институтов много богатых людей шло в депутаты. Сейчас вы не найдете их. У нас я не знаю, кто там даже из таких крупных промышленников, олигархов, предпринимателей пошел бы в депутаты. Они не хотят, что эта работа непростая и сложная, надо посвящать себя всей этой работе. Это дефицит свободного времени. Если мы посмотрим даже последний состав государственного собрания, у нас таких нет. У нас много педагогов, врачей, социальных служащих, мелкие предприниматели представленные. Но крупных элигархических слоев, представленных в государственном собрании, нет. На муниципальном уровне вообще там большое количество и фермеров, и молодежи, и даже не имеющих какую-то особую работу. Я здесь не соглашусь с вами. Если говорить о нынешнем составе государственного собрания, то, насколько нам известно, состав помолодел, да? По сравнению с прошлыми созывами. Очень помолодел. У нас очень большое количество, примерно треть, это молодые депутаты. А обновился он вообще, я вам скажу, что из 110 депутатов 75 новых. Такого никогда не было. Наверное, процентов на 68-69 обновился состав, крутая. Пришла новая кровь. Пришла новая кровь, они достаточно активно вошли уже в практику нашей законотворческой деятельности. Осваивают все эти формальности, премудрости, которым связан этот процесс. Мы ждем, что будет хороший результат от их работы. Константин Борисович, вы политический тяжеловес у нас в республике, бессменный парламентарий. Имеете опыт с такими крупными государственными деятелями, как первый президент республики Башкортостан Муртаза Габадулыча Рахимова, который, кстати, недавно отметил 85-летие. В связи с этим вопрос, как вы думаете, есть ли сроки политического долголетия? Для руководителей органов исполнительной власти там определен два срока нахождения на этой должности. Что касается сферы законотворчества, депутатской работы, то здесь сроков нет. У нас практика, вот видите, Рыжков, сколько мы, 29-го года, он очень достойно представляет в Совете Федерации свой регион. Далее там другие, там очень много как раз вот росель, тяжеловесов, которые свой опыт передают, как раз и во многом, наверное, определяет лицо сегодняшнего Совета Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко. Я вижу, надо всегда подходить дифференцированно. Если он человек конкурентно способен, если он успешен, если он результативен в своей работе, если население отдает ему предпочтение, я думаю, таких людей надо сохранять, держаться и оказывать им помощь и содействие. Константин Борисович, мы привыкли вас видеть собранным, сосредоточенным на работе. А какой вы в кругу близких? И вообще удается ли уделять достаточное время своей семье? Нет, к сожалению, достаточного времени уделять не удается. Я очень рано встаю, обычно в 5 утра, рано на работу приезжаю, и до вечера, иногда до ночи, очень много ответственных вопросов приходится решать, они требуют временных затрат. Я не могу не оправдать доверие тех избирателей и депутатов, которые избрали меня на этот пост. У меня сейчас буквально такой случай. Недавно у нас председатель контрольной счетной палаты написал заявление, ушел на пенсию, мы проводили его. Я пригласил для вручения награды, вручили ему почетную грамоту, и он в сердцах сказал, говорит, что все время, сколько там 60 с лишним лет, я нахожусь на разных должностях, на государственной службе, постоянная работа, хоть сейчас удастся, может быть, немного отдохнуть. Ну и, в принципе, то же самое может сказать любой руководитель. То есть такого стопроцентного отдыха от работы никогда не бывает? Ну, живем иллюзиями, вот будет какое-то время, у меня практически ни разу не было, чтобы я отпуск, мы больше двух недель где-то в год отдохнуть, все всегда, даже и в отпуске, постоянно работа. Константин Мариевич, а вот как Вы предпочитаете отдыхать, если все-таки удается взять этот двухнедельный отпуск? У меня обычно, я люблю сплавы, гитара, костер, биологический образ жизни, полное отключение интеллекта, когда удается. Хорошо, когда не было сотового телефона, не было компьютеров, а сейчас, к сожалению, это достает. Но все равно я стабилен как раз в определении оптимальных вариантов. Советую всем использовать этот опыт отдыха. У нас прекрасные места, хорошие реки, и, я думаю, все, кто хоть раз попробовал, они потом всегда оказываются приверженными этому формату проведения отпускного времени. На гитаре играете? Ну, для себя. Хорошо, спасибо, Константин Борисович, за интересную беседу. Ждем Вас снова на РБК УФА. Спасибо. До свидания.